Good morning. Good morning, Владимир. Англоте сирии. Ооо, англоте сирии, тую-тую. Учитель английского языка в Самарском спортивном лицее привычно работает у доски. Только не у магнитно-меловой, а у интерактивной. Да и ученики седьмого класса не в аудитории, а на экране. С понедельника для них, как и для всех школьников с шестого по одиннадцатый классы, доступен только онлайн формат обучения. В образовательном учреждении к такому режиму тщательно подготовились. Расписание уроков и домашние задания располагаются на одном сайте. Там же есть и ссылки, на которые необходимо переходить, и дополнительные учебные материалы, которые помогут восполнить знания, если урок был пропущен по техническим или другим причинам. Причем такой формат удобен для тех учеников, которые уехали на соревнования или сборы. Так они могут быть на уроке даже из другого города. Мы провели родительские собрания, классные часы, где определили зону ответственности родителей. Это помочь в самоорганизации ребят, а также контролировать их посещаемость онлайн уроков. А детей, соответственно, как им лучше заходить, где брать ссылки. Поэтому мы стараемся, чтобы этот процесс прошел безболезненно, но самое главное эффективно, чтобы ребята все-таки получили качественное образование. А вот ученики с первого по пятый классы за знаниями в школу приходят. На каждом входе в лицей, а их три, чтобы разделить поток приходящих детей, организовали обязательную термометрию и обработку рук антисептиками и для детей, и для педагогов. Все сотрудники обязательно работают в масках. Помещения снабжены рециркуляторами и обеззараживателями воздуха. Соблюдение этих мер на ежедневном контроле у специалистов городского департамента образования. Наша самая главная задача – сохранить здоровье детей и педагогов в сложившейся ситуации. Все образовательные учреждения обеспечены в достаточном количестве и санайзерами, и рециркуляторами, и термометрию проводят, термометры все закуплены. Соблюдение всех мер санитарной безопасности специалисты контролируют во всех школах города с самого утра, в зависимости от расписания звонков в каждом конкретном учебном заведении. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.